Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции. Вашему вниманию хочу предоставить научную работу, посвященную преждевременным родам у беременных женщин с COVID-19. Беременность – это физиологическое состояние, создающее предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям, поэтому женский организм более уязвим для тяжелого COVID-19. Целью исследования стало выявление особенностей течения беременностей и родов у женщин с лабораторно подтвержденным COVID-19. Опираясь на данные зарубежных исследований и на пример клинических случаев преждевременных родов. Задача – это обзор литературы о влиянии COVID-19 на беременность, определение особенностей анамнеза, а также течения беременности при COVID-19, анализ патогенеза развития преждевременных родов и состояние плода, обсуждение вопроса о пролонгировании беременности и способов трога разрешения у таких пациенток. Накопленные данные за время пандемии, которые говорили бы нам о течении COVID-19 у беременных, достаточно противоречивы. Беременная Анна в сроке 31 недели поступила в родильный дом города Пятигорска. При поступлении жалобы на общую слабость, быстроутомляемость, сонливость, тянущие боли внизу живота, чуть во тяжести в груди, температура тела 38,5. Две недели назад заболел муж. В результате лабораторных исследований у него был подтвержден COVID-19. Спустя три дня от начала заболевания мужа, у пациентки появились первые симптомы, которые сохранялись в течение двух недель. На данном слайде вы можете увидеть проведенные обследования у данной пациентки, которые также включали ПЦР-исследования на COVID-19 и КТ грудной клетки. При ультразвуковом исследовании органов малого таза 14 сентября было зафиксировано умеренное маловодие, а также нарушение мазочно-плацентарного кровотока. Изменения в системе гемостаза во время беременности, способствующие развитию венозных тромбоэмболических осложнений, могут усиливаться на фоне воспалительной реакции при COVID-19. Учитывая высокий риск развития когулопатических нарушений и гиперфибринолиза, рекомендуется контроль лабораторных показателей. В данном клиническом случае в общем анализе крови наблюдалось снижение тромбоцитов. На данном слайде вы можете увидеть изменения в системе гемостаза у пациентки А из города Пятигорска. Пациентка А. Диагноз беременность 31 неделя, вне больничной, двусторонняя, полисегментарная пневмония, средней степени тяжести, дыхательно недостаточность, нулевой степени, маловодие, хроническая и фитоплацентарная недостаточность. Подтвержден диагноз коронавирусной инфекции на основании положительного теста ПЦР и типичной КТ-картины. Пневмония является наиболее часто диагностированным клиническим симптомом инфекции COVID-19 у беременных с распространенностью до 89%. Пациентка А. находилась в стационаре в течение 10 дней, где проводила следующее лечение – парацетамол, петоксифилин, амоксиклав. Следует обратить внимание, что не были назначены антикоагулянты, а это не соответствует протоколу введения таких пациенток. По данным КТГ, 20 сентября гипоксии плода не отмечалось. 25 сентября у женщины стала нарастать одышка, появились регулярно сводкообразные боли внизу живота. В заключении КТГ исследования выявлены признаки тяжелой внутриутробной гипоксии плода на фоне регулярных схваток. Вызвана дежурная бригада, экстренно проведено кислевосечение по показаниям со стороны плода. Родился живой недоношенный ребенок в асфиксии. После получения отрицательного ПЦР-теста переведен в отделение патологии новорожденных. Послеродовый период протекал без особенностей. 6 месяцев спустя ребенок чувствует себя хорошо и развивается согласно возрасту, а у мамы, вероятнее всего, на фоне отсутствия антикоагулянтной терапии, возникло такое осложнение, как тромбофлебит нежних конечностей. За последнее время стали все чаще появляться случаи COVID-19 у беременных с тяжелым течением. Многочисленные исследования свидетельствуют о неблагоприятных исходах беременности у пациенток с COVID-19. Процент смертности от COVID-19 среди беременных составляет до 25%. Группы наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 30 лет, имеющие избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет, хроническую артериальную гипертензию до беременности. Частота преждевременных родов у пациенток с COVID-19 составляет до 25%, выкидышей до 14,5%. Пациентка Б. Клинический диагноз. Новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение. Самопроизвольные роды при сроке беременности 22-23 недели, ранний послеродовый период. На фоне конституционного ожирения первой степени. Пациентка имела третью беременность у сроком 22-23 недели с факторами риска. 27 июля появились признаки ОРВИ, по поводу которых получала амбулаторное лечение. 2 августа после получения положительного результата на COVID-19 была направлена на стационарное лечение. Обследование лечения пациентки проводилось согласно временным методическим рекомендациям. Основные направления терапии включали в себя антибактериальную, противовирусную, антикоагулянтную, антиперитическую, муколитическую терапию, гормонотерапию, кислородотерапию. Несмотря на все необходимые терапевтические мероприятия, в состоянии пациентки отмечалась отрицательная динамика, в связи с чем проводилась коррекция терапии. Однако, после чего состояние больной продолжало ухудшаться. Введение лечения в данном отделении проводилось при поддержке телемедицинской консультации. На фоне крайне тяжелого состояния, обусловленного полиорганом недостаточностью, тотальным поражением легочной ткани, у больной 14 августа произошли преждевременные самопроизвольные роды мертвым плодом. Состояние продолжало ухудшаться. По рекомендациям специалистов, было принято начать пульс-терапию преднизолоном. Однако, состояние больной продолжало ухудшаться. Прогрессировало почное повреждение, гипотония. 17 августа в 14.37 зарегистрирована смерть больной. Исход заболевания у данной пациентки было сложно предотвратить. Обзор литературы и проведенный анализ клинических случаев подтверждает мнение о возможности тяжелого течения COVID-19 у беременных и высоком риске развития осложнения беременности в виде преждевременных родов. Необходимо сказать, что течение беременности при COVID-19 может осложняться асфиксией и гибелью плода, смертью матери. Опираясь на литературные данные, анализ клинических случаев можно утверждать, что ожирение является фактором риска смерти при COVID-19. Наиболее вероятной причиной преждевременных родов будет являться тяжелое состояние беременной, развитие дыхательной недостаточности у матери с гипоксимией и последующим нарушением маточно-плацентарного кровотока. Следует отметить, что крайне важно следовать клиническим рекомендациям, разработанным по диагностике и лечению COVID-19, что наглядно нам доказывает течение болезни у пациентки из города Пятигорска. В ее случае отсутствовала антикогулянтная терапия, что повлекло за собой развитие такого осложнения, как тромбофлебид нижних конечностей. Вопрос о сроках, способах и показаниях к родоразрешению при наличии новой коронавирусной инфекции является сложным и не до конца решенным. Согласно отечественным и международным рекомендациям, наличие инфекции COVID-19 не является показанием для родоразрешения, за исключением случаев, требующих улучшения уровня оксигенации крови беременной. При этом, с одной стороны, отмечается, что родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателей материнской летальности и большим числом осложнений, а с другой, экстренное кисровое сечение рекомендуется при нарастании дыхательной недостаточности, септическом шоке, остроорганной недостаточности или дистрессе плода. В любом случае, данный вопрос должен решаться индивидуально, междисциплинарным консилиумом специалистов и зависеть главным образом от клинического статуса пациентки, гестационного срока и состояния плода. Спасибо за внимание!